Информационная служба телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы рассказываем о главных событиях в стране и мире и обсуждаем их вместе с сенаторами и экспертами. Продвижение климатической справедливости и устойчивого развития с гендерной и расовой точки зрения. Это одна из тем прошедшего саммита парламентской группы 20, в работе которого принимала участие делегация российских сенаторов. Как воспринимают за рубежом российский опыт и достижения в сохранении природы и бережного отношения к климату? Какую роль играет женское движение в этих процессах? Спросим у одной из участниц, сенатора Татьяны Сахаровой. Она на прямой связи с нами из Бразилии. Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, в своем выступлении вы сказали, что для снижения воздействия на климат Россия намерена выйти на углеродную нейтральность до 60-го года. Какие шаги для этого предпринимаются сейчас? Для этого реализуется целый комплекс мер, задач в области зеленой энергии, которая сегодня максимально интегрирована в стратегические документы. Структура энергетики в нашей стране уже сейчас одна из самых сделенных в мире. И именно об этом я говорила в своем выступлении. Почти 40% дают атомная и гидроэнергетика. Принятая концепция развития водородной энергетики. Расширяется использование энергии солнца и ветра. И если говорить, что уже к 2030 году планируется удвоить мощности возобновляемых источников энергии, в 30-40-м годах мы говорим о том, что они будут утроены. В рамках своего выступления я увидела после того, как довела информацию, что заинтересованность стран в общем решении климатических вопросов на площадке парламентской 20-ки очень высока. По большому счету каждый из выступающих говорил именно об этих вопросах и подчеркивал их важность. Действительно, люди понимают о том, что атмосфера у нас одна на всех. Мы должны быть объединены в рамках этой задачи, потому что только вместе, только в конструктивном диалоге мы можем двигаться к решению таких важных вопросов. Конечно же, в своем слове вступительном я также рассказала о тех направлениях, которые сегодня работают в России. Это наш национальный проект «Экология», который был с 2019 года запущен. И сейчас он называется у нас «Экологическое благополучие». Где данная программа уже имеет свою дорожную карту. Существуют определенные показатели, которые мы понимаем не просто как вектора направления для движения, но и, соответственно, они уже имеют определенное финансирование. Это самое важное, когда хочется, чтобы был определен конкретный результат. Кроме всего этого, у нас есть конкретные направления, которых я также поделилась вступление. Это, конечно же, внимание к вопросам, связанным с отходами. Это вопросы, связанные с воздухом, водой, необходимость работы по биоразнообразию. У России есть чем делиться. Мы богаты своими ресурсами. И, конечно, мы уже уделяем этим вопросам большое внимание. И это не на словах, это уже в конкретных делах, которые, в принципе, определил нам президент в рамках тех стратегических задач, с которыми мы сегодня все работаем. Серьезное внимание в нашей стране уделяется экологической устойчивости. Как вы уже сказали, с 2019 года реализуется национальный проект «Экология» по направлениям отхода воздуха, вода, биоразнообразия. В 2025 году начнет работу актуализированный документ, сформированный с учетом достижений прошлых лет. Что это за достижения такие? Что удалось сделать? Чем мы можем похвастаться, если можно так выразиться? Ну, действительно, сделано очень много. За время работы этого нацпроекта удалось построить 253 мусороперерабатывающих завода, а также расчистить около 2000 километров руси у рек. Вода наша все, и об этом также говорили все выступающие, кто был заинтересован в этом вопросе. И самый главный результат, если говорить о нацпроекте «Экология наша», это улучшение качества жизни людей, эта работа продолжится. Ведь все, что мы сегодня делаем, все, о чем мы сегодня говорим, должно быть направлено на улучшение качества жизни людей каждой своей страны и в целом мире. Это наша основная задача. Кроме этого, хочется все-таки еще сказать о том, что я уже там в двух словах озвучила, что наш президент писал указ, который определяет национальные цели развития России на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. То есть мы не боимся смотреть так далеко за горизонт, имея четкие вектора движения по этим вопросам. В женской повестке вы говорили о вкладе женщин в мировую экономику. В чем это выражается, если говорить о российском опыте? Если говорить о российском опыте, нам тоже здесь есть о чем говорить с гордостью. И мне кажется, что мы определенным образом задаем тренд участия женщин в этих вопросах. Точно в Российской Федерации уже отмечается высокая занятость населения. Практически 50% женщин от занятого населения – это те, кто работают. Какие сферы? Сферы образования, здравоохранения, это социальные услуги, это гостиничный бизнес и общественное питание, это финансовая сфера, страховая, торговля и так далее. На сегодняшний день около 30% субъекта малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Это уже порядка почти 2 миллиона бизнесов, и это еще не является каким-то пределом. Доля женского предпринимательства в сфере социальных услуг достигает практически 90%, что лишний раз доказывает о том, что мы, женщины, занимаемся в первую очередь, конечно же, тем, что связано с жизнью, с продолжением жизни и с тем, что определено нам природой. Природой нам определено – это хранить очаг и поддерживать дух наших мужчин. Ну и самое главное – заниматься всем, что связано с качеством жизни. И это не только, это не предел, потому что в сфере услуг у нас 58%. Женщины сегодня составляют большинство в растущем секторе креативной индустрии. Это тоже наши традиции, которые мы сохраняем, развиваем. И об этом также говорили коллеги в рамках выступлений. Также можно отметить, что в среднем и крупном бизнесе женщины управляют целыми предприятиями, структурными подразделениями. В 2023 году порядка 34% российских компаний возглавляют женщины. И, в общем, женщины составляют более половины уже управленческой командой. И доля таких компаний растет каждый год. Увеличение числа женщин среди руководителей – это тенденция последних десятилетий. И женщины также блестяще проявляют себя во главе малых и средних компаний, успешно пробуют свои силы в качестве самозанятых. И если говорить о цифрах, то индекс женской предпринимательской активности по итогам 2023 года приблизился к 74%. Это такой существенный уже процент, о котором можно с гордостью говорить, потому что он выше всех предыдущих показателей. В последние годы мы также фиксируем рост интереса к женщин к инвестициям. Согласно исследованиям, доля женщин среди российских инвесторов за последние пять лет выросла уже в три раза. И все абсолютно очевидно, потому что предпринимательскую активность женщин стимулирует целый ряд региональных программ, которые связаны с поддержкой, с наставничеством, с обучением. Государство продолжает поддерживать женщин на их стремление развиваться. То, о чем я говорила, почему интересен опыт России и зарубежным коллегам по разным направлениям. Потому что в первую очередь мы подчеркиваем, что женщина создана для того, чтобы сохранять свой очаг. Но на сегодняшний день Россия без проблем дает возможность тем, кто хочет реализовать себя в политике, в бизнесе, получить необходимые навыки и уверенно чувствовать себя в этих отраслях, принося пользу не только себе, для того, чтобы ты могла быть, самоутверждалась и могла быть уверенной, но и, соответственно, пользу тому городу, тому муниципалитету, тому субъекту и, конечно же, нашей стране в целом. И мне кажется, это абсолютно не предел, потому что самое главное желание, а все, что возможности, это сегодня нам государство прекрасно в этом плане представляет. Спасибо, Татьяна Анатольевна. На наши вопросы отвечал сенатор Татьяна Сахарова.